Дорогие друзья, подписывайтесь на наши каналы на YouTube, ВКонтакте и Telegram. Фото и видео с рыбалок, фото и видео интересных мушек, статьи о нахлосте, новости нахлоста и многое другое смотрите на наших каналах. Ссылки на наши каналы смотрите в описании к видео. Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу, на мой взгляд, интересную мушечку-вариант. Итак, берем горбатенький крючочек, подгружаем головкой вольфрам, латунь, какой вам нужно для рыбалки. Вот, если мы хотим, скажем так, в более натуральных тонах, то нитку мы можем взять, например, такой вот Light Cahill, да, светленькую какую-то, или Tan, серенькую какую-нибудь, оливковую, светлую. Если мы хотим добавить более такие флюорецентные элементы, то флюоранж, нитка, как раз нам подойдет для этого. По телу будет сегментация тела состоит из бодиглаз. Можно взять оливковый, такой, коричневатых оттенков, какой вам нужно. Можно взять и, конечно, яркую, вот такого плана, или оранжевую, ну, какой эффект вы хотите достигнуть. Размер бодиглаза 1,2 мм, тот, который потолще. Срезаем на уголок, закрепляем плоской стороной кверху. Бодиглаз натягиваем немножечко, чтобы у нас тело было потоньше. Чуть не доходим до конца намотки нити. То есть, чтобы у нас там, то, что мы проходили ниткой, маленькая такая оранжевая точка оставалась. Ну, если вы хотите достигнуть заметности, так сказать, дополнительную точку атаки создавать. Так, теперь, смотрите, можно взять такой люрекс плоский, перламутровый. Он достаточно блестит хорошо. И в то же время немного прозрачный такой эффект имеет. То есть, если мы подложку делаем из яркой нитки, у нас нитка будет из-под него видна. Выводим немного конусное тело. Ну, утолщение ближе к голове. Делаем немножко. Все, оранжевую нитку мы можем закреплять, отрезать. Этого хватит. Ну, теперь берем нашу какую-то светлую, прозрачную такую ниточку. Лайт кэхил, например. Закрепляем ее. Можно не бояться, что эта нитка закроет. Оранжевый цвет. Нить прозрачная. И она, оранжевый, сквозь нее будет хорошо виден. Делаем дамбинговую петлю. В начале мушки. Теперь просто уводим нитку. И мы можем закрепить пока. Соответственно, проходим нашим люрексом блестящим. Как видите, у нас тельце хорошо блестит, подложка. При этом она и светится хорошо в ультрафиолете. То есть, яркая такая. Теперь можно, как бы два варианта есть. Можно пройтись бодигласом с небольшим шагом. То есть, намотку делаем, чтобы расстояние у нас оставалось как бы небольшое между витками. Такого плана. Можно сделать чуть по-другому. То есть, четко выверить расстояние. Ровненько намотать. Может не всегда у всех получаться. Тут можно применить небольшую хитрость. Берем проволочку. Размер large. Да, если вот так вот я взял. Достаточно такую толстенькую. Закрепляем ее каким-то образом на станке. Вот я вот за винтик, например, вот так вот раз. Оборотик сделал. Вот. Ну, еще на крючочек можно подкинуть, чтобы он как будто выходил отсюда. И так. Делаем оборот. Выводим вместе. Соединяем как бы проволоку. С бодиглазом. С бодиглазом. И начинаем. Смотрим, чтобы они легли ровненько рядом с друг другом. Особенно первый вот оборот. И дальше как раз так вот с шагом сразу с двумя и бодиглазом, и проволочкой мы наматываем. В конце вот тут важно. Мы берем уже, мы натягиваем бодиглаз, а проволочку уводим в сторону. Теперь под натяжкой мы закрепляем бодиглаз. Таким образом. Так же натягиваем, отрезаем. Накидываем полуузел. Проволка нам теперь не нужна. Мы ее разматываем в обратную сторону. И снимаем. Сейчас примели, она у нас еще пойдет на вторую. Ну или на три. Сколько вы там собрались вязать. Вот таким образом у нас получается сегментация как бы с дистанцией, да. Но витки лежат ровно, потому что проволка, она диаметром не меняется у нее. Она не натягивается. И витки лежат ровнее. Теперь берем нашу дамбинговую петлю. Почему я поменял цвет нитки? Ну, чтобы слишком много оранжевого не было. Вот. Если вы хотите, конечно, оранжевый цвет усилить, то, в принципе, можно нитку не менять. Дальше берем мягенький такой кроличий дамбинг. Пушистенький. Этот дамбинг как раз уже с уви-волокнами смесь имеет. Вот. По блеске так интересненько, задорно. Вот. И делаем нашу дамбинговую петлю. Когда вы вяжете еще такие полупрозрачные силуэты всякие, да, хорошо при этом что-то подкладывать в фон себе какой-то. Чтобы вам было хорошо видно. Чёрный, белый. Какую-то бумажечку. Иметь разные, чтобы хорошо было видно вам то, что вы вяжете. Немножко так вот наносим дамбинг на нить. Сильно не скручиваем так, просто чтобы задержалась определенной толщины. Скажу так. Соответственно, скручиваем. И чуть расчесываем. По мере скручивания. Такая вот мохнатенькая дамбинговая петля получилась. И теперь мы ее прям между витками бодиглаза и проходим. В конце можно полный оборотик дать. В районе торкс. Дальше мы еще под расчешем. Щеточкой. И у нас получается вот такой эффект. Полупрозрачный, лохматенький. Такой достаточно мохнатый тельцик, который в воде будет полупрозрачный. Оттуда у нас будет просвечиваться сегментация бодиглазом. То есть цветовая. Оттуда будет просвечиваться внутренний блеск. Который за счет люрекса, да? Дает нам из-под бодиглаза. И оттуда будет просвечиваться наша монтажная нить яркая. То есть получается достаточно такое заметное тело ручейника. Мохнатенькое. С волосками. Причем как бы в естественных тонах. Но с яркими элементами. Заметными. Ну, берем нашу даббинговую смесь. Которую мы делали из даббинга Хэнса. Пиакок. И даббинга Харт. Грубенького такого. Видео про этот даббинг мы показывали. Про смесь. Дальше первого алмазного фазана. Можно сделать усики. Берем две бородки. Делаем два усика нашей пупы. Оставшиеся кончики можно увести вниз. И сделать из них, например, две лапки. Ну, а дальше. Торекс из более темного такого. Близкуче. Грубого даббинга. Смотрим, чтобы у нас усики не замялись. Ну, остались в правильном положении. Поджимаем. Проверяем наши лапки. М-м-м. Чек. Вот получаем такую пупу ручейника, всплывающую, с сегментацией у нас внутренний блеск, флюоресцентная, за счет бодиглаза структуры, и тельце такое лохматенькое, при намокании это все будет как полупрозрачное, дамик будет такой, да, оттуда торчать. То есть мушка вроде связана в естественных тонах, то есть у нас такой коричневатый или оливковый даминг, бодиглаз, оливковый такой даминг, но в то же время мушка хорошо заметна, контрастно выделяется в потоке среди плывущего корма, мусора, что дает возможность рыбе сразу выделить ее, как вкусный объект для поедания. В таком же стиле можно связать и мушки на джиговом крючке, вот, причем вот я сейчас сделал в стиле Crazy Ass с оранжевым таким хвостиком на резиночке. Да, это инфо тоже будет интересный, хороший эффект присутствовать. Соответственно, все это будет ярко светиться в ультрафиолете. Прозрачная, лохматенькая, с четкой сегментацией по телу. И сегментация еще вот именно с внутренним блеском, который дает нам люрекс под бодиглазом.